Подчинённые органы, у которых есть подчинённые органы, но всё равно чакры, как конкретный энергетический портал, узел, который связывает разные тонкие тела и разные энергии с биологическим телом и между собой для осуществления процесса видения, это конкретно глазная чакра. Ясно, чакра. То есть даже как бы идея указывает, что она предназначена для ясного видения Света Всевышнего. Ну, люди, которые, соответственно... Ну, у тех, у кого она добре працует, то она их добре бачит, так? Чи то не обовязково им бачите на физичном уровне? Как бы теоретически должно быть. Практически. Практически, по крайней мере, они хоть как-то, но очень хорошо видят, если чакра очень хорошо развита. И, вероятнее всего, наверное, в процентах 90, то и глаза должны функционировать, по крайней мере, нормально. Ну, могут быть, к примеру, Ванга. Ну, если данные о ней хоть как-то правдивы, то вроде как она, будучи слепой, видела очень много. И многие есть примеры существ и людей, которые глазами или не особо видели, или видели как обычные люди, но имели другие виды видения, которые давали им возможность видеть намного больше, чем все остальные. А я спочатку думала, что когда у меня плохой зритель, то у меня плохо работает эта чакра. Хотя, допустим, в моем случае, это может быть так. Она слабо работает просто. Но зрение, снова, мы уже разбирали как-то это дело. Так же ж, помните? Ну так. Я помню тоже. Ты же для себя выяснил. Что если чакру отломать, то зрение отвалится. Но если зрение отваливается, не факт, что чакра так же само отваливается.